Спасибо большое! Кота! Ка-ка-ты! Вам слышно, Музу? Кстати, а вы хотели увидеть в Инстаграме иногда танцы от Дарьи? Как мы недавно делали... Да, танец бревна! Нет, танец мы с тобой делали на балконе в зеленом, помнишь? Да, смотрят, пишут. Ты говоришь по-турецки? Нет. Как ты говоришь? Ты еще говоришь? Чуть-чуть говоришь, но я, кстати, понимаю. Но плохо говорю. На ПМЖ? Нет, не на ПМЖ. На два города. Серега, тебе привет! И вам привет, друзья! Карантин снят полностью, да. Ну, смотрите, работает все до 12 часов ночи. При этом все... После 12 ночи начинается коронавирус. После 12 ночи начинается коронавирус. Нет, корона на голове у многих вырастает после 12. И все. А уже идти некуда. А уже идти некуда. Нет, короче, в магазин мы ходим по-прежнему в масках. Без масок не пускают. Так, задавайте вопросики, буду отвечать. Откройте границы. Границы Турция давно открыла. Россия не открывает границы. То есть Украина уже приехала. Приехала в Белоруссию. Там много кто его по приехал. Владивосток 2000. Пылая Владивосток 2000. Так, когда собрать в Россию? Ну, Сергей, скорее всего скоро поедет, потому что... Как вот в Москву, я съезжу обязательно. Да, потому что ему надо по работе съездить, посмотреть все, как есть в бизнесе. Что-то непонятно как-то на расстоянии. Дети сейчас с няней. Ой, спасибо большое за комплименты. Я только что так обосрали в прямом эфире на YouTube-канале, и мне так неприятно стало. Что я удалила. Да, я удалила там свой ролик. И поэтому заходите на мой канал, она там есть. Да, на Серегином канале я есть. Сергей Пунтер, так и называют. Да, у Сереги канала, Сергей Пунтер. Просто так неприятно, значит, у меня сейчас ПМС. Мне так неприятно, когда оскорбляют, но реально неприятно. То есть я не говорю никому, что я там, блин, самый красивый человек на планете. Нет такого. Просто зачем оскорблять, ну зачем? Я никогда в жизни никому не подойду и скажу, что кто-то плохо выглядит. Я пытаюсь, люди вообще замечают только самое хорошее. И так обидно, когда начинают говорить какие-то гадости, ни за что, просто ни за что. Я даже человека не знаю, он даже меня не видит в жизни, не общался со мной. Зачем оскорблять? Вы были на могиле Султана Султана? Нет, на могиле не была, но во всех мечетях в Стамбуле я была. Спасибо большое за добрые слова. Я вам не Мася. Кто-то пишет мне, Мася, ты супер, я вам не Мася. Какая я Мася? Я Мася была 10 лет назад. Тебе уже, да, я издали. Да, розочки. Не надо обижаться. В смысле не надо обижаться? Я и не обижаюсь. Просто, ну, не хочется. То есть, ну, ты когда выходишь, любое общение с людьми, которые, там, может быть, тебя не знают. Это немного, ты, ну, как бы, ты в это поглощаешься, ты хочешь тебе ответить, ты будешь тебе рассказать. Когда тебя начинают оскорблять, это неприятно. Тебе волшебные волосы, расскажи, какой тебе, например, сейчас натуральный ты был. Турек подошел и показал, что он тоже в прямом эфире тебя смотрит. А, да? А, да, вот тоже в прямом эфире. Видно его? Вот он, кстати, работает с детками в... 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 С особенными детьми, да, с особенными детьми. Всем привет. Да, поздоровывайте. Вот он сейчас в прямом эфире? She is best. The is best. Вот позитив, да? Да, вот почему, почему, многие говорят, почему ты любишь тут? Потому что все на позитиве. Но нет здесь говеных людей, только наши. Есть какие-то обиженные жизни, там, не знаю, эти склочники, там, не знаю, бывают. Плетники. Увидишь гадость, заходишь к этому человеку на страницу и думаешь, блин, ну как тебе вот... Даже тебе, даже жалко тебе что-то написать, несмотря на тебя. Хватит говорить слово, блин. Да, хватит, это плохое слово, но это мое слово. Блин, хорошо, не буду. Блин, не буду больше говорить, блин, блин, опять сказала, блин. Блин. Спасибо большое. Блин, ну что за вид, а? Блин, такой вид. И красивый. Ну вообще, посмотрите на этот вид. Ну это же просто такая красота. Блин, как красиво. Блин, вот это у меня такая красота. Блин, ты тоже красота. Вообще, блины еще не были. Кстати, мы сегодня любим шаурму с блинами. Да, нет, не с блинами, это было... Это же блин. Какой блин? И что это? Это был этот... Блин, это не блин был? Это был блин, не блин. Ты блин даешь, блин. Короче, ладно, вы нам не подавайте плохие идеи, а то сейчас мы начнем. Мы вместе уже сколько? Я даже не знаю, сколько. Серега лучше по цифрам, я даже... 10-го, 2010-го у нас свадьба была. До свадьбы мы еще 3 года встречались. 2, по-моему. Или 3. Короче, нашему старшему сыну... Короче, до хера. Нашему сыну уже 9 лет. Вот сейчас исполняется... До рождения сына мы поженились за год, а до замужества мы встречались 2,5 года. 2,5 года. Годой. Короче, до фига лет в моем месте. Ну, не знаю. Ну, нормально лет. Хочешь второго ребенка? У меня их двое. Конечно, хочу. Потому что у меня есть. Я хочу в Анталию. Вот я была в Анталии, почему-то, ну, не знаю. Мне Анталия не зашла. Может быть, я не там была. Вот Анталия вообще не мой город. Хотя многим нравится. Да, многие говорят наоборот. Вы не там были. Даже кто здесь в Тостоянке живет, связанный с работой, говорит, вау, Анталия бомба. А я думаю, что Анталия... Ну, мне там вообще не понравилось. Не знаю. Что бы так было? Как объясняешь, что в Анталии малого... Вот здесь много туристов. А в Анталии мало туристов, потому что все прилетают в Анталию, но различаются, как бы, Белек, там куда-то... Не знаю, мне там чуть-чуть не зашло. Мне понравилось еще Фетхие. Мы даже думаем, возможно, мы когда-нибудь переедем жить в другие города. Тем более у нас есть такие сейчас возможности. Нам предлагают Фетхие, Измир и все остальное. Поэтому, ну, конечно... Флорида, Майами, ну, это... Когда там успокоится все это... Я думаю, во всем мире жопа будет. Серега похудел, когда трещь. Серега, мне качу. У него... Схуднул, что он... А знаете почему? Потому что я умею танцевать этот... Чуча. Бразильский чача. А то я смотрю, все бразильские футболисты, там выделы сочетали, там судьи тоже умеют. Аж фут трясется. Хоть я не футболист бразильский. Ой, ой, ой. Какой мужчина. А, quanta la mera. Да, многие говорят, что Измир... Измир футболист. Серега, тебе пишут, что ты просто красотка. Спасибо за комплимент, что сказать. Не могу. Я обожаю район Сиде, где Валанья. А здесь есть такой район? Это не Сиде, это город Сиде. А, Сиде, да. Сиде неплохой, но там жить, но мне кажется, не вариков. Это бы чисто съездить на два дня, да. Там прикольно, там красиво. Там красиво. Там только в отель ездят. Жив там, ну не знаю. Я бы не смыла. Мне там жить можно в этом в отеле. Там же есть этот униколизей, называется, он называется... Свет волос, а сейчас с собой эти волос, я не крашу волосы. Я уже давно, вообще, ну вот, ни одного сросшего корня, то есть, ну это мой цвет волос. Кстати, стали волосы лучше, когда их пристала красить вообще. То есть, я уже, наверное, не блондинка, не знаю, что по цвету волос называется. Нутрально. Вы ругаетесь, конечно. Это милое дело поругаться. Да, никогда не ругаемся. Ты как это? Я люблю иногда это. Нет, я люблю побубнить. Нет, смотрите, я не сильно люблю вас. Ты не так держишься за платочек. Да, Сергей Иванович, он любит, знаете, вот этот бубуб, что-то начинает бубнить. А я такая думаю, ну, блядь, ну ладно, просто я знаю уже его сколько лет, и я знаю, что его надо иногда. А нет, я не знаю. Фрукты, фрукты, фрукты. Это кафе подарки. О, ничего себе, вы смотрите, заходите в ресторан Мерлот. Нет, мы просто любим эту кафе. Нет, мы любим эту кафе. Мы, кстати, первый год, когда сюда только приехали, именно в Аланию, мы сюда постоянно ходили с детьми. И они Давидика прозвали калашников. Да, просто. Потому что он ходил, стрелял вешенками, там, трубочками, это, с точки зрения. Вот, а здесь снизу, кстати, сейчас готовится, видите, движуха. Да, что телефон может выпасть. А, да? Все, держу. Поставили колоночки. И будет музончик. Ты выгляжешь в Турции? Слушайте, я не чувствую разницы в Турции, в России, вообще никакой. Единственное, что это маленький город, здесь очень много разных людей. В том числе есть люди какие-то позитивные, классные, которые приехали, устали от суеты. Они знают, чего хотят, знают все. Ну, как бы, какие-то образы жизни у них соответственные. Есть люди, которые приехали из каких-то деревень, потому что здесь, в принципе, недорого. Вот они остались, они такие сплетники, такие, знаете, вот, какие-то вот, какую-то фигню несут, разносят. Вот это вот. Другие-то группы собираются. Да, 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 группы, какие-то собираются. Давайте, а завтра мы все пойдем встречаться там-то. Идут, все встречаются там-то. Но я понимаю, что, может быть, кому-то не хватает общения, потому что у меня, может быть, ну, нет, ну, как бы, нужды в общении. Я вообще могу одна с детьми, могу, у меня есть подружки, я могу с ними пойти потусить. У меня есть муж, самое главное, когда Серега есть, я вообще никуда не хожу, потому что никуда не охота. То есть мой любименький рядом, ну, вот эти вот сборища я не люблю. Палочки, вешалочки у нас есть. Обижаете. Артем Сергеевич всегда будет со своей фантазией. У него сейчас не вешалочки, потому что по вешалкам мы его стали узнавать. Он стал их сниматься, и сейчас у него пистолетик водный. И грабелька. Вот. Но сейчас замена вешалочкам. Дети с няней дома. Москва. Он вешал. Он сейчас у меня в самом прямом эфире. Давайте продолжим. В Москву когда обратно, а помада какая? Сейчас покажу, дай мою сумочку, пожалуйста. У них что-то интернет немножко подвисает. А вот смотрите, это, кстати, местная марка. Она вообще недорогая, абсолютно. Вот так вот выглядит. А номер? Незавидно. 35 номер вот такой вот. Golden Rose или как она? Не путайте только с теми, которые в наше советское время были. Это не то, это другое. Но она реально прикольная. Вот она вообще не смазывается. Класс. И не сушит губы что-нибудь. Турция что? А после ваших эфира? Она, ну, по-моему. Мы вообще все люди мира. Почему кто-то, я вот там такой, я узбек, я русский, я китаец, я еще кто-то. Все люди мира одной планеты. Зачем вот это все, вот эти ограничения. Все, знаете, все люди одинаковые по сути. Отличают людей только воспитание, образ жизни и образ мышления. Все. Остальное ничего. Голова, руки, ноги. Да. У всех есть голова, у всех есть руки, ноги и все остальное. Даже если у кого-то чего-то такого нет, то этим людям нужно помочь первую очередь. Ой, Лех Самсонов, привет, Серега. Как в Крыму дела, Лех? Как в Крыму дела, давай. Давай присоединяйся, кстати, к прямому эфиру, посмотрим, сравним. Лешечка, здорова. Как ты там, Лех? Видел, кайфуешь. Ну что ж, богатым, как это говорится, богато жить не запретишь, брат. В Крыму, чтобы съездить, нужно намного больше денег, чем в Турцию. Отель видел, видел, у тебя шикарный, вообще красивый, классный отель. Давай устраиваем прогулку нам по отелю. Заходи в прямой эфир. Да. Присоединяйся. Так, ну почему именно Турция стала местным жителем? Ну, ребят, здесь не было такого выбора. Цели не было. Может быть, мы еще перезвоним. Цели, да. То есть, сегодня мы здесь. Ну, может быть, завтра проснемся, нам что-то в голову бахнет, и мы перейдем в другой город или в другую вообще страну. Все же зависит от желания, и все зависит от того, ну, какой бзик у тебя будет завтра. Привет, подзаряд. Привет, ребят. Что за вот эта, тут одна мышь пишет, что потолстела или еще и дядь нахер вообще. Муня, может быть, подумал, что ты это я. Иди нахер отсюда. Я не люблю это. Знаешь, еще и когда баба пишет, ты там потолстела или щеки, иди нахер и вообще. Все это все просто. Лех, здорово еще раз. Просто Дашулька очень мягкая в этом плане. У меня, если я в прямой эфир захожу, что-то не нравится, нахер отсюда. Иди смотри другие эфиры. Я не понимаю никогда, если что-то не нравится или что-то вообще тебя задело, или как бы тебе не хочется смотреть эфир, что ты здесь смотришь? Еще и давно писаешь. Еще и говнище пишешь. В общем, я просто понимаю таких людей. Особенно я заметил, когда вот какое-то, знаете, говнецо напишет. Как ты вот говоришь, сделал гадость на душе и радость, потом к этому человеку заходишь, значит, на страницу, либо она вообще закрытая, либо там вообще жабище сидит. А мне пишут, что чем человек наполнен, то он и, в принципе, воспроизводит. Моих сообщений вообще не видно. Да нет, видно, ребят, все сообщения просто, вы понимаете, здесь сообщения вот так. Щелкают просто. Сергей, ты показатель настоящих мужчин. Спасибо большое, ребят, сейчас не про меня, вот сейчас переверну Дашульку. Нет, вы, ты скажи про свой YouTube-канал, кстати. А, кстати, ребят, мне сложно его вести. Дашулька, в общем, забивает на свой YouTube-канал, а я свой YouTube-канал веду. Вы можете просто зайти на мой YouTube-канал, просто в YouTube пишите Сергея Пынзарь и попадайте на мой YouTube-канал, подписывайтесь. У меня выходит видео очень часто, Дашулька там тоже присутствует, потому что я ее частенько снимаю, вот. А вот на свой канал она как-то все-таки не может, так сказать... Не мою. Да, пофиг на всех. Да, все правильно, ребят. Ну, то есть, я такого мнения. Зашел я к кому-то какому-то блогу, но не нравится мне. Ну, взял я и вышел. Ну, зачем писать? Какой-то говнище. Причем ты девушка еще. Если, ну ладно, еще там мужик мужику написал. Я в жизни никому даже не пишу. И причем девушка пишет о внешности или еще о чем. Ну, какой-то бред вообще. Ну, блин, никогда не понимал. Сережа, она хорошая. Тогда я на почте. Вообще большое спасибо. Как погодка. Сегодня у нас было 29 днем. Мы побыли два часа на солнце. Все обгорели. Ну, я просто темненький. Я как бы по сути своей не обгораю. У меня только белые пятна появляются на башке. Вот, а детишки чуть-чуть покраснели вот здесь. Да, только в этот момент у нас реснички делала красивые. Привет из Ставрополя. Ставрополь, привет. Привет из Орска. Орск, привет. В общем, жена у меня забирает вас от меня. Я вам уже заберу, Антон. Я слишком говорливый. Не, наоборот, говори. Спасибо большое за добрые слова. Неважно, красотка, не красотка. Зачем оскорблять людей? Я вот это вот это не понимаю. Как можно вообще как будто оскорбить? Как? То есть я не представляю себе, чтобы в жизни кто-то подошел и сказал, Слушай, а ты там толстый? Или там у тебя там не так волосы лежат? Или там у тебя еще что-то? Как это вообще? Это же вообще... Русских много в Турции живет? Да, много. Это правда, очень много. Есть еще часть таких русских, которые как-то там сплочатся. Там целые диаспоры. Но я с этим плохо знакома. Потому что я из всего этого избегаю, честно скажу. Но вообще, если вы захотите, то есть вы сюда приедете, И вы всегда здесь найдете компанию в 100%. Да, спасибо, мои хорошие. Спасибо, дорогие. Артвин, привет. Артвин, привет. Артвин, ты я не была. Многу где была, у вас не была. Да, сделал гадость, а в душе радость. У тебя много подружек? У меня достаточно. У меня достаточно. Я не хочу много подружек. У меня достаточно. У Даши в обратку. Не имей 100 друзей, а имей 100 рублей. Ну, 100 друзей, но такого даже не бывает. Есть 1, 2, 3, 5 друзей, но не 100 друзей. Нет, мне не надо людей. Мне надо позитивные, рядом люди, адекватные в первую очередь. Очень вообще, только за адекватных людей. Вот, кстати, вот если вы когда-нибудь приедете именно жить в Турцию, готовьтесь к тому, что здесь очень много неадекватных. Вот реально, клянусь вам. Нет, здесь мало еще. Нет, здесь мало еще. Нет, есть, есть. Ты просто не знаешь, я-то здесь больше жила. Я здесь реально, знаешь... Адекватных неадекватных ты имеешь в виду русскоговорящих? Ну, наших, да, которые сюда приехали, они, ну, и... Они начинают... В клетниках. Какие-то выскапливаться в какие-то, я не знаю, коалиции, там что-то, какая-то у них херня происходит, они потом начинают что-то там, кто там, это, брата, там всех что-то там лидить, а этот там прошел. Ну, короче, кудрики. Я просто вообще за свою жизнь личную, у меня еще похер, кто у кого что-то. Помаши рукой, Даша, Натали. Натали? Что не отвечаешь? А я не увидела ваше сообщение. Где мальчики? Мальчики с детками. Коронавирус в Турции? Ну, не знаю, не встречала. На какую сумму можно прожить неделю в Аланье? Это все смотрите на моем канале в YouTube. Да, у Сереги, кстати, он проживал здесь, специально делал эксперимент. Заходите к ним на этом канале, вы увидите, что можно совсем недорого. Ну, какие у вас... Смотря какие у вас потребности. То есть можно в день потратить 100 тысяч рублей, а можно на 100 тысяч рублей в Горджи здесь. Вот так вот. Где купила сарафан? А сарафан-то я купила в Турции здесь. Ну, вообще, это фирма Бершка. Я купила в Аутлете. Ну, такой недорогой. Ну, прикольный. Как относится к творчеству Виктора Цоя? Очень уважительно. Во-первых, это история. Во-вторых, у него реально талантливые тексты. Не могу сказать, что у меня именно исполнение в моем вкусе, потому что я люблю более мелодичные голоса. Но, тем не менее, именно, допустим, все его песни в исполнении, допустим, Земфир и Кукушка, это вообще топ моих вообще песен. Ну, то есть, и та же Полина Гагарина, когда исполнила эту песню, это тоже было шикарно. То есть, он шикарный автор своего времени. Я его очень, ну, царство небесное, очень его уважаю и... Привет, привет! Любимая Амия, так, сколько градусов днем? Днем бывает очень жарко здесь, понимаете, здесь все равно от влажности все зависит. Здесь только сильная влажность, то все, просто сильное жарище. Мне кажется, что 35 градусов, они пишут из России, у нас тоже 35 градусов. И я понимаю, что там просто влажность. Такое здесь же море, много озер, рек. То есть, вода поднимается в воздух, получается здесь сильная влажность иногда. И оно по-разному переносится. Конечно, когда сильная влажность, то здесь вообще отдымает. Ну, здесь есть места, где можно спасаться. Уже давно в море не остываешь вообще, просто жаришь. Почему Алань и Анталия? Не знаю, Анталия мне вообще не зашла. Мы сейчас-то раздумываем о том, чтобы поехать в Фитхье. Возможно, вообще туда переедем, посмотрим. Ой, слушайте, про имплант в грудь я даже не знаю, если честно сама. Потому что я их делаю уже хер знает когда. После первых родов я их делаю. И сейчас, конечно, у меня грудь увеличилась. У меня еще, наверное, выросло на два размера. И сейчас я не могу ничего вам сказать. Артем хоть в школу или понравился на домашнем обучении? Не понравился ему, конечно, на домашнем обучении. Потому что он любит свою учительницу очень сильно. Мы вот в этом году остались в этой школе, в которой мы были в прошлом году. Именно за нашей учительницей мы ее очень любим. И вот прям не хочется с ней расставаться. Мы раздумываем над тем, чтобы поехать в Фитхье. Но сейчас мы этот год уже закончим здесь, а дальше мы можем поехать в Фитхье. Посмотрим. Да, мы купили здесь квартиру. Она строится пока. Но квартира никогда нигде не помешает. Нет, у меня сейчас наращенные волосы. Почему я наращиваю? Я наращиваю, потому что я люблю толкаре мне подавать. Вот моя длина волос в этом. Сейчас не смогу и все это, потому что здесь наращено у меня грамотно. Я здесь, кстати, нашла хороших мастеров, слава богу. У нас светло. Здесь резко темнеет, вы знаете, но здесь зато ночью. То есть я в Москве не могу уснуть, потому что, блин, свет. С утра свет, все, движ начался. Держи какой-то пришел. Держи какой-то пришел. Держи. Возьми. Возьми. Держи. Прошел, помоги. Начинается. Возьми. Я козерог. У нас есть у нас жители, да. Какое обучение будет? Никто не знает, но надеемся, что обычно. Я против дистанционного обучения вообще. и кто добровольно сажает детей на ассоциационные не потому что, то есть я их не поддерживаю, просто не могу понять, как это так, ну, то есть детям нужно общение между собой. То есть, может быть, это дети, которые не могут найти себя в общении с другими детьми, я не могу понять, потому что у меня такого нет. Обувь? Блин, сейчас. Хотя никого, в принципе, нет, вот покажу. Пошлогодние босоножечки мои, покупала в Рандуву, Калюнь Кляйн, очень удобные. Видно? Очень удобные. Почему продали квартиру в Глорик видно? Ну, потому что мы решили на стадии строительства покупать, нам было так удобнее. Мы при этом при этом большую площадь, то есть некоторые не готовы ждать, они пришли, увидели, купили. Они просто здесь не живут и это правильно, на самом деле, когда ты не живешь, допустим, не каждый день не можешь уездить и наблюдать за тем, что здесь происходит. То может быть так и правильно, пришел, увидел, купил, победил. Вот, но мы купили, так же пришли, а потом мы поняли, что мы здесь все равно живем. Ну вот мы здесь живем, то есть мы можем на стадии строительства наблюдать за нашим, строительство нашей квартиры. Так получилось, что на стадии стройки всегда дешевле покупать, вот, и поэтому мы так решили. У нас просто расширилась площадь. Да, то есть, получается, цена осталась та же, вот, площадь больше стала. В России вернетесь, конечно, я очень люблю Россию, очень люблю Москву, и, естественно, мы вернемся. Мы еще там будем строить дом совсем скоро. Мы вам обо всем расскажем, не знаем еще, по какой будем сами строить. Знаем, да. А, Серега говорит, уже знаем, как мы будем строить. Вот, земля у нас есть, отличный участок. Рядом с нашими соседями Лиза Кутузова. Привет, ты здесь, не здесь? Вася купил там землю. А, Вася, Тодерика там купил землю. Ну, то есть, все будет классно, у нас такой райончик. Вот, посмотрим, просто мы решим, из чего мы будем строить, потому что пока непонятно, что-то вообще. Даша, кто у вас родился, я говорю, я почему не ушел. Ну, блин, мы уже были взрослые, ну, переросли, все, вы когда-то перерастаете, вот, все. Ну, как бы, желание. Если есть желание, ты горишь, ты хочешь. А когда-то отпадает это желание, ты уже начинаешь ругаться с любимым, чтобы не идти. Ну, вот это уже другое, поэтому у всех свое. Если нужна будет итальянская мебель, буду разу помочь. Ну, пока мы еще не построились, но потом, потом, конечно, нам все будет надо. Не знаю, какая, посмотрим. Вот, у меня вообще, кстати, нашла в России очень классную мебельную фабрику, вообще халявную, халявную все строит. Даша, на следующей неделе у меня будет оказаться, нет, стоит посмеваться мне, нет. Екатерина Сергеевна, это просто, ну, не знаю, я ее очень люблю, прям вообще. Она мне как бы прям родной человек, потому что, ну, ну, я вот прям ее обожаю. Ну, просто потому, что я теперь себя люблю, после нее. Ваши дети так часто смотрят телек? А, телек, ну, не знаю, релизики смотрят, как любые другие, наверное. А, телек, ну, я хочу. Швейп. Она, кстати, перешла на швейп, блин, ну, вы знаете, с ним проблема другая. С ним проблема, я думаю, что целлюлит он не вызывает, как вы думаете? Многие пишут, что всякая минералка, ботировка вызывает целлюли. Я не хочу целлюли. Вы не ждите, что там живете, как работаю в Турции? Мы не работаем в Турции пока, но, возможно, скоро будем. Много предложений, честно вам скажу. Предложений просто завались, потому что, видимо, мы какие-то более-менее медийные. Не знаю, мне кажется, такого завала, как у нас здесь пока других нет по предложениям. Но если у вас нет какого-то большого аккаунта, то здесь сложно будет вам найти работу, честно вам скажу. Ну, вот, я люблю быть честной. То есть, но здесь кто классно живет, работает девчонки, кто делает реснички, ноготки. Только все к русским девочкам на нашем ходят, массажик. Вот наши делают лучше всех, украинские наши, русские. Вот они супер делают. Но, опять же, таки, их там пытаются где-то притеснить, еще что-то. Вот это вот есть. Так жалко девчонок, они такие, ну, вообще-все, наши самые лучшие. Слушайте, я не подсознательно трогаю волосы, честно вам скажу. Сережку покажу. Серег, можно я тебе покажу, как раз в туалет сгоню? Что-что? Нет, зачем показывать, я переверну. А все, я тебя уже переверну. Не, переверну, а как я буду с ними общаться? Жена, ответ. Или можно уже выходить, в принципе? Да, ребят, чего? Дайте нам вместе в Вейной провести. Всем пока, всем хорошего настроения. Стригитесь правильно, стригитесь дома, экономьте на прическе, делайте сами себе прическу классную, комфортную. Серега, вообще, наш семью подстри, кроме меня, слабо. Да, шутку тоже могу подстричь, если захочешь. Нет, я тоже. Не хочешь, точно? Ну, смотри. Все, всем пока, друзья.